наверное многие из вас читали произведение михаила булгакова мастер и маргарита великая книга я ее читал раза три четыре может быть даже пять потому что она меня с самого начала зацепила но не раскрылась до того момента как вот я ее понял окончательно и в этом фильме я хочу немножко ее обсудить эту книгу но с той стороны с которой мало кто понимает это произведение я как писатель с родственной по духу михаилу булгакову в какой-то мере вот в этой такой около религиозной я могу немножко больше рассказать о его истинных направлениях которые он закладывал в эту книгу я не могу смотреть постановки театральные которые у нас идут по телеку даже художественные фильмы все это то что сделано нашими театралами она сделана ниже плинтуса почему потому что они не писатели они постановщики они ее эту книгу это произведение поставили так как сами поняли но сами они еще раз говорю не писатели и они не понимают смысла создаваемого писателем мира им нужна фотография по которой они могут воплотить как вот сейчас идут по тому же телевизору некоторые передачи точь в точь того или иного персонажа да это театральная да это киношная а создать целый мир не у всех режиссеров далеко не у всех получается мы видели там небольшие только фрагменты зарубежной теперь уже классики как например матрица фильм как например аватар да вот в тех фильмах была поставлена какая-то идея может быть это мы ее смотрим не читая оригинального произведения так вот здесь в чем состояла фишка во первых как нам сообщает теперешняя наука свой первый вариант видимо это положено у некоторых писателей или это может быть становится знаете таким навязчивым трендом историков которые приписывают писателям такие муки творчества а именно что первый вариант произведения мастер и маргарита михаил булгаков якобы сжёг также как некоторые до него классики и сделал он это по непонятным причинам обычно называют для всех писателей называют неудовлетворенность своим произведением мол вот напишу второй раз тогда получится точно шедевр но это так может рассуждать только тот кто не писал ни одного раза тот кто думает что действительно если он попробует второй раз то есть где-то какую-то шлюху в местном бордере то это будет наверняка лучше чем первый раз с какой-нибудь гимназисткой на самом деле все не так когда делаешь что-то первый раз то это от бога а когда начинаешь делать второй раз то это от профессии собственно я в свое время не стал двигаться по музыкальной карьере именно потому что я не могу себя заставить дважды играть одно и то же произведение так чтобы не наступить на горло собственной песни я не могу я самого своего юношеского даже детского возраста привык всегда к джазовой композиции джазовой импровизации я к этому привык я не могу играть одно и то же каждый вечер под как говорится стаканом и приглашением я думаю что и великие писатели когда создавали свои нетленки они рассуждали точно также только со стороны писательства теперь давайте разберем момент когда собственно создавалась произведение мастера маргарита первый вариант как нам сообщает наука был сожжен в тридцатом году в 1930 якобы до этого момента все было хорошо а вот в 30 прямо захотелось тепла тепла именно от костра из этой бумаги а потом второй вариант этого же произведения якобы появился на свет уже к 1937 году и вот если не знать что произошло между этими годами между 30 и 37 годом двадцатого века то никогда не разберешься в смысле сжигания михаилом булгаковым своего произведения я уже в нескольких своих фильмах рассказывал что один из работников государственного архива который был в свое время те еще времена допущен к ряду различных документов он как-то решил меня экзаминировать на то знаю ли я историю христианства и вообще религии я еще раз немножко отойду от этой темы потом вернусь почему потому что таких попыток экзаминировать меня экзаменовать было уже много свое время когда я входил в общество археологов то меня тоже на кафедре археологии мгу на кафедре прям непосредственно с директором кафедры с начальником кафедры академиком янином и в присутствии всех профессионалов по каменному веку меня там гоняли несколько часов по материалу и сказали что я знаю этот материал профессионально правильно и достоверно и вот таких уровней мне пришлось пройти очень много в этом случае конечно мне было трудновато каждый раз переходить эту каждую черту но зато я после этого ощущал себя принадлежащим к цеху того или иного направления профессионалов поэтому такие экзамены они очень правильные и обязательно должны происходить в свое время товарищи из ватикана та семья представитель той семьи которая владеет ватиканом тоже решил меня поэкзаменовать на предмет знания истории евреев я естественно сказал что этот народ сформировался в районе вьетнама потом уже когда он оказался в афганистане там состоялось образование иудаизма и уже оттуда он двинулся на вавилон и в наши края на что получил я очень серьезное удивление и мне сказали откуда я знаю единственный из многих 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 правильную историю и где я ее взял я сказал что это результаты моих собственных исследований и я могу удивиться если у кого-то получается как-то по-другому потому что вся эта история она есть в научных трудах надо только брать в основу своих исследований научные труды они одна баба сказала как говорится так вот возвращаясь к истории христианства когда решили мне сделать такой небольшой экзамен по истории христианства и сказали а мол а ты в курсе когда появилось христианство я говорю да в 1900 году появился родился христос в 1933 году его распяли то есть 1933 тире 34 год это в год появления христианства и христианской истории на что я получил ответ что да потому что тот человек тот работник государственного архива оказалось что он эксперт по христианству начальных времен и недавно совсем этот человек ездил в иверию в страну евреев в испанию и там ему показывали для процедуры знакомства все эти первоначальные книги и что удивительно и что совпадает с нашим временем все они посвящены бухгалтерские конечно книги закупки пуль патронов есть оружие ядов отчет об истраченном об убийствах и все такое прочее это сегодняшний двадцатый век это не какие-то шпаги шашки или каменные топоры и не какая-то вавилонская шумерская терминология это все наше время наши гильзы наши пули наши патроны так вот коротко чем является христианство что она выдвинула наверх на пьедестал в качестве объекта своего поклонения этим объектом является солнце в солнце начали верить как в бога только в начале двадцатого столетия и объясню почему некоторые думают что бога выбрать очень просто открыл библию прочитал слово бог и вот ты теперь уже знаешь бога на самом деле не от тебя лично зависит наименование кого-то или чего-то богом оно зависит от того как покажут некоторые эксперты свои умозаключения потому что богом может быть названа только та величина человек или искусственное какое-то явление или естественное которое является константой в нашем мире которую нельзя с точки зрения человека ничем изменить на которую ничем он человек не может повлиять и к началу двадцатого века таким объектом который выглядел как всеобщая константа стало солнце это показатель и научный в том числе потому что тот же самый инштейн он объявил что скорость света является константой и пожалуйста если не хочешь пока понимать что солнце это бог можешь пока понять что скорость света является константой является богом этого тоже достаточно для начального этапа так вот когда в 1933 году распяли христа то буквально это означало что положили наконец-то тот самый григорианский календарь на солнечное движение по нашему небосводу и по всем остальным солнечным движения путям так чтобы получился непротиворечивый календарь и вы наверное я по крайней мере удивился и вы думаю что удивитесь узнав что на григорианский календарь то есть на солнечный календарь наша цивилизация перешла не так давно россии например российской империи перешла только после революции в 1918 году о чем это говорит это говорит о том что величайшая в мире держава которой не было равных по площади по количеству жителей по количеству цивилизованности вдруг почему-то тормозило на том прецессиональном юлианском календаре который был прежде там солнце не учитывалось нам сегодня неправильно говорят что он был типа лунно солнечный но это ложь он был просто прецессиональный он не учитывал движение солнца вообще никак но и многие из вас знают что действительно ни в одной стране мира в древности солнце не было никаким богом кроме трех мест где история вся вымышленная это мезоамерика египет и рим и где естественно римские египетские и мезоамериканские индейцы поклонялись какому-то солнцу которого они тогда не то что не знали его может быть еще и не было так вот в тридцать третьем году в 1933 году распяли христа что это значит еще раз повторюсь это значит что сформировали грегорианский календарь вы удивитесь но некоторые страны до сих пор не перешли на солнечный календарь а большинство стран только к 2019 году перешли 2019 году перешли на этот календарь посмотрите в википедии список этих стран вы еще раз удивитесь потому что все серьезные настоящие страны перешли только в двадцатом веке на этот календарь а несерьезные вот такие маленькие которые которых в те времена и не было они якобы аж 15 века перешли на все это хотя в 15 веке ни европ никаких не всех этих востоков их просто не существовало там нет никакой археологии подтверждающие наличие жизни людей так вот возвращаемся к нашему булгакову теперь я вам расскажу почему он сжег свой вариант первой рукописи оказывается в первом варианте рукописи который он сжег к 30-му году там не было повествований о иерусалиме и об иисусе христе вот все что вы читаете в современном варианте оно было добавлено уже после 33 года после того как в тридцать третьем году распяли христа и поэтому уже были какие-то явные заказчики которые знали в тридцатом году какую систему они выпасают и что в тридцать третьем году нужно будет вот в эту религиозную систему добавлять христа распятого якобы в каком-то там риме и чтобы не выбрасывать свое произведение в топку а такое могло бы состояться они решили повоздействовать на михаила булгакова и сказать ему что подожди три года напиши вот такую новую историю и твое произведение мы сделаем бессмертным потому что ты впервые в нем запечатлеешь ту самую казнь христа которую мы тебе расскажем поэтому писатель и сделал то что сделал и этим своим сжиганием и последующим выпуском второго варианта своего произведения мастер и маргарита он лишний раз доказал что включенная во второе произведение часть большая часть вся линия которая идет через весь этот роман посвященная иисусу христу его проповедям его столкновением с властью его путешествием по иерусалиму это все часть одного большого божественного заговора или может быть так знать скажем помягче конструкции которую реализовывали к 1933-34 году и которая потом пошла уже в мир добавлю только одно как вы знаете свет имеет две стороны темную и светлую вот после 33 года и началась эта дележка мира на две противоположных половины первая половина была темной с факельными шествиями это гитлер вторая половина была красный с различными светлыми днями со светлой жизнью это сталин и на границе их интересов естественно могли и произошли толкновения уже последующих периодов конечно это отдельно надо изучать но есть такой вот налет религиозности во всех этих последующих событиях